МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опередили всех! Заболеваемость COVID-19 в Преамуре растет, как и число вводимых ограничений. Миллион за свободное искусство. Мэр областной столицы встретился со школьниками, победителями Всероссийского творческого конкурса. Мастер не кисти, но шпателя. Хабаровский художник показал благовещенцам горы и реки, выполненные в необычной технике. Об этом мы не только расскажем в ближайшие минуты в эфире новости города. Здравствуйте! В Благовещенске во дворах многоэтажек на улице Пушкина и Василенко нашли бездыханные тела 66-летнего мужчины и 80-летней женщины без признаков насильственной смерти. Выяснением причин и обстоятельств произошедшего сейчас занимаются следователи. А пожарные на выходных работали на пересечении улиц Октябрьской и Пионерской. Там горел заброшенный двухэтажный дом. До прибытия огнеборцев прилично обуглился. Конкуренцию видео пылающего дома в соцсетях смогла составить только запись регистратора. На ней запечатлен акробатический трюк «Тойоты Функарго». Ее рулевой так лихо въехал на Калининскую развязку, что иномарка споткнулась о бордюр и перевернулась, чудом не задев мимо проезжающее авто. Помощь медиков понадобилась пассажирке 22-летнего лихача. С ушибами и ссадинами ее доставили в больницу. Сотрудники полиции будут разбираться в обстоятельствах ДТП. Амурская область заняла первое место на Дальнем Востоке по приросту коронавирусных больных. За неделю количество выявленных случаев увеличилось на 17%. В связи с этим на заседании штаба в правительстве ввели ряд новых ограничений. Несовершеннолетним запретили находиться в торговых и торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей. Общепиту разрешили работать только до 21 часа. А торжественная регистрация браков по распоряжению губернатора будет проходить без гостей. Главы муниципалитетов на штабе поделились своими мерами противодействия COVID-19. В районах и городах работодателям рекомендовали перевести треть сотрудников на удаленный режим. В большинстве школ детей отправили на каникулы. А в Благовещенске по поручению мэра Олега Имамеева организовали бесплатное тестирование педагогов. Тест дадут более 70 учителей, те, кто сейчас находится на самоизоляции дома. Списки сформировали по заявкам общеобразовательных учреждений Благовещенска. Около 200 тонн соли и в два раза больше отсева вывезли специалисты ГСТК на городские дороги за последние три дня. Таким образом, в областном центре продолжают бороться с последствиями снегопада. А еще чистят тротуары, не дворы. В последних управляющие компании даже пытаются механизировать труд дворников, чтобы сократить время уборки. Подробности в следующем сюжете. Еще год назад дворнику Юрию Иванову приходилось изрядно поднапрячься, чтобы очистить от снега хотя бы один двор. Сначала в ход шла лопата, потом метла. Теперь у мужчины есть помощница – снегоуборочная машина. Пока такая в управляющей компании, где трудится Юрий одна. Механизированная метелка помогает Юрию сократить время уборки и навести порядок во всех пяти закрепленных за ним дворах всего за один день. С этой можно за полчаса обойти, минут за 30-40 двор. С метелками часа полтора точно. Полный бак я заливаю, не знаю сколько там, литра 3-4. Но на день точно хватает, не заканчивался. Где работает техника потяжелее, так это в микрорайоне. Грейдеры, трактор сгребают снег в кучу. Перекидать его в КАМАЗ рабочим предстоит вручную. Ну вот вы сейчас видели сами, ну минут 5, ну от силы 10. Больше гребем, того собираем. Так, грузить-то недолго. Гораздо больше времени большегруз тратит в дороге. Только с отрезка Игнатьевского шоссе от Василенко до студенческой машина сделала 8 рейсов. За перемещением техники внимательно следит мастер участка. И прохожий, и полуторагодовалый Ярослав. Мальчик забывает все игры, когда видит такое. Вообще у нас на самом деле любимая машина – это грейдеры и трактора. Поэтому мы не могли пройти мимо и задержались. Посмотрели, как наши работники чистят дорогу. Очень радует то, что и дорогу, и тротуары чистят наши службы. Потому что снег создает помехи для движения. Чтобы никаких помех не было, сейчас специалисты ГСТК работают в усиленном режиме. Ежедневно и днем, и ночью на улицах города работают 14 спецмашин. Подметательно-посыпательные машины сыпят на районы, такие как Астрахановка, Маховая Апать, Белогорье. Основные силы брошены на посыпание дальних районов, очистку приладковой части дороги. Так как снега на обочинах очень много, стараемся вывозить, убирать. Единственная проблема, с которой сталкиваются рабочие – машины, припаркованные на обочинах. Водители просят не оставлять там свои авто, чтобы специалисты могли выполнить свою работу на совесть. Анжелика Павлова, Дмитрий Тарасов, программа «Город». Они общаются с президентом, мечтают о свободном искусстве и знают, как улучшить современные города. Благовещенские школьники не просто приняли участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена», финал которого прошел в Артеке, но и стали победителями. О том, чем покорили жюри по возвращении домой, рассказали мэру Благовещенска Олегу Имамееву. Например, 11-классник из 5-й школы Семен Бунин со своей командой создал концепцию искусства будущего. В ее рамках внес ряд предложений, как сделать его более свободным и доступным населению. Мы придумали свободу искусства в плане ее распространенности на все территории страны. У нас была идея того, что есть некоторые стационарные сады, если их так можно образом назвать, в которых это искусство производится, затем погружаются на поезда музеи и распространяются по всей территории страны. На сначала бесплатных основаниях, для того, чтобы люди приобщились к этой культуре, к искусству нашей Родины. За свою идею Семен получил главный приз – 1 миллион рублей. Его он сможет потратить на ипотеку, бизнес-стартап или обучение в престижном ВУЗе. Кстати, с выбором будущей профессии конкурс помог и Варваре Черкасовой. Она не просто получила 200 тысяч рублей за проект, но и благодаря личностным тестам и тренингам в рамках состязания поняла, что хочет связать свою жизнь с урбанистикой. Мы достаточно много делаем для того, чтобы благоустройство города, его дорожно-уличная сеть, общественные территории соответствовали, наверное, даже мировым стандартам. И когда Варвара сказала, что занимается этим вопросом, и даже представила свои какие-то проекты Министерству транспорта, ну, конечно, интересно. Я думаю, что мы в будущем с ней пообщаемся. И, может, какой-то из ее идей применим для развития нашего города. В администрацию города поступило 7 заявок от предпринимателей, желающих возместить затраты на модернизацию своего производства. Благовещенские власти готовы предоставить бизнесменам гранты в форме субсидий. В бюджете на эти цели предусмотрели почти 16 миллионов рублей. Средства можно получить в качестве возмещения затрат, связанных с покупкой оборудования для создания, развития или модернизации производства. Например, за приобретение устройств, механизмов, станков или некоторых видов машин. Грант предпринимателям предоставят по результатам конкурсного отбора. Для участия необходимо подать пакет документов в администрацию до 17 ноября. Победители смогут получить субсидию в размере 50% затрат, но не более 2 миллионов рублей. Побывать в Приморье и даже за рубежом. В китайской провинции Анхуэй, не выезжая из Благовещенск, смогли горожане. Посетители выставки хабаровского художника Ильи Креницкого полсотни своих работ он представил в Краевическом музее. А одному из холстов придал красок прямо в экспозиционном зале. Как при этом обошелся без кисти и какой аксессуар надел, чтобы почувствовать присутствие близких, оставшихся на родине, сейчас расскажем. Очень ответственное дело, понимаете? Писать этюд под пристальным взглядом зрителей волнительно. Впрочем, художник из Хабаровска Илья Керницкий смог абстрагироваться и погрузиться в привычный процесс. Выдавил на подложку несколько цветов масляной краски, взял в руки шпатель и принялся писать «Японское море после шторма» по памяти. Кстати, именно шпатель – излюбленный инструмент художника. Так кисточкой нельзя сделать. Ну, кисточки свои особенности. То, что кисточкой можно сделать, здесь не сделаешь. Он дает чистый мозг, скажем так. Такими чистыми мазками художник предпочитает писать пейзажи. На выставку в Кровеческий музей он впервые привез более 50 своих работ. На холстах – природа Приморского края и живописные виды провинции Анхуэй. В последней на пленэре Илья провел три месяца. Этот этюд художник написал буквально за два часа. Легкий туман, пальмы, небольшой домик в китайском стиле. Смотришь на эту картину и будто переносишься туда. Отрываешь взгляд и видишь создателя шедевра при полном параде. Открыть выставку Илья решил в белой рубахе и любимом шарфе. Берет я не ношу, но я просто… Какой-то атрибут должен быть, так сказать, все-таки. Выставка – это праздник, как говорится, профессор. Поэтому в данном случае у меня тут со мной мой шарфик, который выполнил Дарья Тихомирова. Это дочь моего уважаемого очень человека и друга. И поэтому сегодня, хоть они не смогли прийти, но они все равно с нами, со мной. Вместе с художником в день открытия выставки «От земли до неба» и его лучший друг и коллега. Бок о бок товарищей идут уже два десятка лет. Евгений не перестает восхищаться Ильей и даже сравнивает его с великим режиссером Федерико Феллини. Илья – это настоящий художник, такой, скажем, редкий. Может быть, знаете, у него не все работы удачные именно в плане живописи, но в Илье есть именно то, что он может сделать так, как, ну, лучше всех, допустим. То есть именно в плане идеи какой-то. То есть это такой специфичный и редкий художник. Посмотреть на специфичные этюды хабаровского художника в музее можно будет до 9 декабря. Анжелика Павлова, Дмитрий Тарасов, программа «Город». Спасибо врачам, говорили накануне возле одного из городских торговых центров. Там прошла одноименная акция, в рамках которой волонтеры раздавали прохожим наклейки со словами благодарности медикам. Буквально за полчаса волонтеры раздали около 200 наклеек. Инициативу по проведению акции проявили сами добровольцы. Городское управление по физической культуре, спорту и делам молодежи поддержало их. Наши волонтеры, помимо того, что раздают наклейки, они еще непосредственно в самих медучреждениях принимают входящие звонки и занимаются документацией. Наклейку со словами благодарности медикам, к примеру, можно разместить на своем авто, что и собирается сделать благовещенец Владимир Москалев. Это очень хорошая акция, на самом деле. В наше время очень тяжело докторам и медикам скорой помощи. Знаю некоторых людей, которые работают там, и с ними тоже общался. Очень тяжело им, на самом деле. Эта новость завершает выпуск. Я с вами прощаюсь и напоминаю, присылайте свои истории, фото, видео на наш WhatsApp, и они станут новостями в программе «Город». Хорошей рабочей недели, и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok из-за плотных туч. Атмосферное давление в эти сутки не удержится в пределах нормы, будет высоким, преимущественно 753 мм ртутного столба. Легкой рабочей недели вам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok во время его нахождения на больничном. Начальнику придется подождать, когда больничный лист закроют, работник выйдет на работу. После этого только мы имеем право у него письменно запросить и предоставить объяснение по тем вопросам, которые интересуются работодателя. Мы с мужем студенты учимся на третьем курсе. Недавно я стала мамой. Подскажите, на какие меры поддержки может рассчитывать семья неработающих студентов? Очень надеется на развернутый ответ Ангелина Рязанова. Родители студента могут рассчитывать на единовременную выплату при рождении ребенка, на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения возраста полутора лет. Если семья нуждающаяся, ее размер среднедушевого дохода ниже величины прожидочного минимума, это будет ежемесячная денежная выплата на детей до достижения возраста трех лет. Если мамочка кормящая, то ежемесячная денежная выплата кормящим матерям. Купил в магазине свой любимый йогурт, дома открыл упаковку, а он с плесенью. В магазине принимать товар обратно отказались. Законно ли это? Возмущается Вячеслав Тимохин. Если товар некачественный, и вы нарушили при этом заводскую упаковку, в любом случае у вас есть право предъявить претензии о возврате, о замене даже продуктов питания. Продукты питания не подлежат возврату имя только в том случае, если они качественные. А если товар некачественный, вы, конечно, предъявляете в первую очередь претензию по месту покупки. И можете устно, можете в письменной форме это сделать. И вам обязаны заменить этот продукт, либо вернуть за него деньги. На днях пришел мужчина, представился работником АКС, попросил провести поверку приборов учета. Я не против, но как узнать, был ли это действительно представитель водоканала? Озадачилась Ирина Уварова. Если же к вам обращаются, приходят и говорят, что необходимо поверку сделать обязательно, в первую очередь спрашивайте удостоверение специалиста, который вам пришел. В амурских коммунальных системах у всех специалистов есть удостоверение, даже если они работают первый день. Постоянно сталкиваюсь с тем, что люди говорят, слышат запахи. Как можно слышать запах, не проще ли сказать унюхать, недоумевает Евгений Черепцов. Слышать запах связано с значением глагола чувствовать. Мы можем чувствовать запах, да, конечно, нюхать мы тоже можем, но это более такой разговорный вариант. Глагол чувствовать обозначает, воспринимает действительность разными органами чувств, в том числе и слуха. Редактор субтитров А.Семкин